Здравствуйте, дорогие рукодельницы, мои любимые подписчики и гости канала. Я сегодня приехала в магазин Леонардо. Это хобби-гипермаркет. И по мере того, как я тут буду ходить, что-то смотреть, я, конечно, не буду все прям подряд показывать, снимать, потому что все-таки я буду больше снимать то, что привлекло мое внимание. Вот мне понравились чашечки такие. С ложечками подарочные. Хотя к хобби, мне кажется, никакого отношения не имеют они. Но все равно приятные, прикольные. И где-то 6 цветов, по-моему, я насчитала, но, может быть, их даже и больше. Дальше пошла. Смотрите, сколько разных видов клея, всякого разного, от скотча до клеевых пистолетов. Ценники, ну, я не знаю, это дорого или дешево, я особо не покупаю клей. Но вот расцветки клеевых пистолетов для горячего клея мне понравились. Всякие разные, все совершенно виды. Я столько разных клеев не видела вообще, мне кажется, в своей жизни никогда. Все, что нужно, мне кажется. Ну, к рукоделью это иногда относится. Да, конечно, может понадобиться. Вот. Но самое большое впечатление на меня, конечно, произвело количество товаров для художников. Посмотрите, сколько вообще красок. Неимоверное количество самых разных цветов. Но я думаю, что художникам здесь есть где разгуляться. Хотя, конечно, к нашему, к моему каналу не относится это все. Смотрите, мольберты всякие. И вот даже настольные мольберты. Я даже не знала, что они существуют. Вот. Всякие разные. Но и даже здесь все равно может оказаться... Смотрите, сколько кисточек. И может оказаться, когда придет художник, что вот именно такой, какая ему нужна штука, ее тут нет. А нам с вами кажется, что тут вообще море разливанное, куча всего, прям богатства. Ну вот, наконец-то началась наша тема. Смотрите, это джут. Прямо очень много расцветок. Всяких разных. Это в отделе с пряжей. Мне, кстати, всегда интересовало, кто эти образцы делает, которые висят рядом с пряжей. И я, кстати, хотела сказать. Новые возможности у ютуба появились. Вы можете увеличить изображение. Вот так же, как вы в телефоне фотографии увеличиваете. Двумя пальцами вот в разные стороны развести. Точно то же самое можно сделать с изображением в ютубе. Так что имейте в виду, если вам что-то приклинулось, понравилось или не очень видно, вы всегда можете этой новой функцией воспользоваться. Всякие разные спицы для вязальщиц. Тоже здесь очень большой выбор. Вот здесь вот не джут, а это шпагат разноцветный. Тоже есть разные цвета. Большой выбор. Так, ну здесь мулины. Здесь тоже очень много. Огромный выбор. Несколько вот этих стоек крутящихся. Просто вообще очень много. Мне, кстати, понравились вот такие вот лампочки, светильники переносные на прищепки. Сейчас я их поближе, наверное, потом покажу. Очень большое количество самых разных пяльцев. Как надо говорить во множественном числе пялец или пяльцев. Вот такие вот, которые сразу и рамкой будут служить. Пластиковые. Потом вот эти вот для меня совершенно непонятные штуки. Это всякие рамы для вышивания, для кабиренов всякие. Я даже не знаю, как ими пользоваться. Они меня заинтересовали чисто. Вот такие вот светильники на клипсе, которые можно даже к пяльцам подсоединить. Я, наверное, куплю. Большое очень количество. Очень большое. Я просто не стала все снимать. Вот таких вот наборов для вышивания крестиком. И я хочу сказать, что меня это никогда не интересовало. Слишком уж это такое долгое занятие. Я люблю все по-быстренькому, все вышить. Очень монотонное, долгое. И надо зрение, мне кажется, очень хорошее иметь. И тут еще имеется в виду такой момент, что надо очень точно все вышивать. Так как я вышиваю, миллиметра туда, два миллиметра сюда не имеет значения. А здесь имеет значение. И ценники, конечно, на эти вышивки, конечно, как чугунный мост. Я даже не знала, что они столько стоят. Ну вот, дошла до бисера. Мне вот такие вот нравятся. Нужны мне стеклярцы такой. Я люблю их использовать. Но здесь я не буду покупать. Потому что я предпочитаю у себя в магазине около дома. Там мне сразу подбирают и иголочку, которая точно пролезет во все эти бисеринки. Потому что иногда бывает, что покупаешь даже хороших фирм, даже японский бисер, а не каждая иголка туда и пролезет, не в каждую бисеринку. Поэтому я предпочитаю около дома. Смотрите, какое море этого бисера. Просто много стоек. А вот здесь вот бусинки на этом стеллаже. Я, кстати, первый раз снимаю такой обзор. Поэтому я, когда уже дома начала смотреть, поняла, что слишком быстро я камеру вожу, туда-сюда кручу. И поэтому, ну простите, первый раз, первый блин комом. Если я когда-то буду еще делать такие обзоры, то я, конечно, постараюсь помедленнее все это делать. Вот такие, не пуговички, а бусинки в виде каких-то косточек, что ли, прикольные мне показались, интересные. Пластиковые бусики, тоже самое, красного цвета, но бронзовые посимпатичнее выглядят. А это то ли пуговички такие, то ли бусинки такие, два цвета, тоже мне показались интересными. Вообще, конечно, тут можно снимать, даже просто гулять и разглядывать, все все равно сразу не увидишь. Но интересно. Вот такие вот пластиковые бусики со стразиками. Вот эти интересные, я, правда, не придумала, для чего их можно использовать, но форма у них, конечно, интересная. Цены самые разные, но пока я склоняюсь к тому, что здесь не дешево. Хотя какие-то вещи, более-менее цены совпадают с теми, которые я предполагала. Я не могу сказать, что я прям вот сравнила с чем-то где-то. Просто вот я предполагала, что это будет столько стоить, а оно столько стоило. На самом деле вполне возможно, что где-то есть дороже, а где-то дешевле. Вот лески всякие для, я не знаю, для чего использовать, ну, для рукоделия для какого-то в любом случае. О, вот здесь моя любимая тема. Это паеточки. У меня круглых, самых разных много расцветок. А вот такого плана, вот звездочки, всякие цветочки надо бы прикупить. Смотрите, какие нарядные. Вот такие у меня есть, вот бежевые и розовые у меня есть. А синеньких надо бы цветочков прикупить. Вот я берет шила, украшала вот такими вот бежевыми цветочками, паеточками. Надо не забыть синие. Купить. Я пока что хожу без корзинки, без всего. Просто снимаю, смотрю. Но потом надо пройтись еще просто уже в качестве покупателя, а не в качестве блогера. Немножко подохрип у меня голос. Может быть, вы чувствуете это. Но надо мне в любом случае снять, озвучить. Это вот для всяких брошек, фурнитура, ну, всяких таких вот вещей. Здесь всякие светоотражающие ленточки. Тоже выбор хороший, мне нравится. Но я не шью вещи, поэтому мне не надо, пойду дальше. Вот наша тема опять. Очень большой выбор ножниц. Конечно, большой, очень. И вот здесь, смотрите, резаки. Тоже просто безумное количество разных видов. Ценники, конечно, здесь не скромные, я бы сказала. Потому что, ну, вот такие вот резаки, мне кажется, на Алиэкспресс в районе 300 рублей. Ну, можно найти. Здесь нет ничего дешевле 400. Но есть вот 344 совсем маленькие, с маленьким диаметром лезвия. Вот эти ножницы мне так вот понравились внешне. Не знаю, как они. Мне кажется, на садоводе такие уж не 2500, а где-то в районе 400 рублей стоят. То же самое и нитки. На садоводе я видела такие же нитки. 10 рублей катушка. А здесь, вот смотрите, даже где 200 метров, или сколько там метров, поменьше, короче, ниток, оно 40 рублей. В 4 раза дороже. Вот это хорошие вещи для нас, для рукодельниц, для любительниц петчворка. Вот эти все маты. Я специально поближе ценники. Там видно и размер на ценниках, и стоимость. Потому что, что толку смотреть сами маты снимать? Единственное, что здесь, ну, как бы, несколько цветов. Бежевый, голубой, зеленый, яркий, привычный такой, темно-зеленый. Останавливайте на паузу. Кому надо посмотреть поподробнее. Я, наверное, вот за каким-нибудь матом вернусь сюда. Вот линейки, смотрите. Тоже, я хочу сказать, недешевое удовольствие. Но зато, если вот срочно понадобилось, можно приехать и купить прямо сразу, а не ждать, когда привезут там с Алиэкспресса или с Азона. У нас же бывает, что вот напало вдохновение, и срочно надо что-то делать. А то вдохновение уйдет. Поэтому надо бежать и купить все нужное. Так что здесь вот можно приехать и сразу купить. Ну, за такие деньги я бы не стала. Кто говорил, что у нас дорогой вот флизелин? Вот, пожалуйста, в дорогом Леонардо, в котором ценник конский просто на все, смотрите, этот флизелин стоит, ну, тоже можно посмотреть на паузе, поставить, посмотреть ценники. В среднем 50 на 50 сантиметров стоит 55 рублей. Вот метр на метр 130 рублей. Ну, не прямо я не могу сказать, как мне пишут, что по цене сумки кусок флизелина. Ну, ничего такого нет. Нет таких цен, которых вы пишете. Я понимаю, может быть, там где-то за границей это дорого стоит, но у нас 2 доллара за метр на метр – это недорого. Это, по-моему, прекрасная цена. И есть еще вот такой вот разноцветный с растительным орнаментом интересный. Не знаю, для чего бы он мне понадобился. Вот это такой пухленький, толстенький пакетик. Наверное, здесь просто много его. Тоже можно на ценники посмотреть, сколько. Ну, 150 сантиметров на 100, 1,5 на метр. Ну, не так уж много, он прямо действительно очень толстенький. Здесь еще есть полочка вот такая вот, где со скидками товары. Ну, мне здесь ничего особо не приглянулось. Покажу вам, может быть, вам что-то понравится здесь. Здесь я специально показываю ценники, потому что их можно приблизить и почитать, что там находится. Мне единственное, что привлекло из того, что мне интересно бы было, это вот эти пяльцы, которые в левом верхнем углу. И пластиковые, и деревянные. По 149 рублей. Вот. И внизу еще мне понравился вот скульптурный пластилин. Я никогда им не пользовалась, но пластилин меня с детства привлекает. Поэтому я всегда на него внимание обращаю. Хоть я ни разу и не скульптор. Вот пластилин этот стоит 149 рублей, я так поняла, кусок. Несколько цветов. Тут бежевый, серый, белый, оранжевый. Мне понравился он. Такой плотненький, тверденький. Ну, может быть, кому-то понравится тоже. Вот. Здесь же есть еще маленький одельщик со швейными машинками. Надо посмотреть, почем тут худнее. Не надо машинка, но посмотреть-то можно. Ну, вот, смотрите. Джанаме 23 тысячи с чем-то. Ну, такая хорошая фирма, надежная машинка. Смотрите, здесь право, оказывается, еще и вот эти вот масла для этих машинок, швейных, техническое масло. Или как оно называется. А я его и когда снимала, и не заметила. Я в основном на ценнике, на машинках старалась камеру направить. Ну, вот, 13 тысяч, маленькая машинка, небольшая, микрон. А здесь вот 37, тоже Джанаме, но уже подороже. Ну, разные модели. Вот, смотрите, мне тут понравилось. Здесь очень хороший выбор стропы. Вот я для сумок, многие используют в качестве ручек для сумки, когда шьем сумки. Очень хороший выбор расцветок. У меня через дорогу, который магазин около моего дома, там вот черный, серый, зеленый, коричневый, но иногда синий, но как бы максимум 5 расцветок. Здесь прям выбор хороший. И по ширине, вот это на верхней полочке, в 3-х сантиметровые расцветки стропы. А чуть пониже полочка 55 рублей, 3-х сантиметровые, 2,5 метра. А чуть пониже 5 сантиметров 89 рублей, 2,5 метра. Я считаю, что при случае можно воспользоваться. Здесь вот какая-то трикотажная лента. Не знаю для чего она. Вот, девочки. Ну, так что, ну, примерно вот так вот можно зайти, если что-то необходимо быстро купить, особенно если это недалеко ехать. Ой, смотрите, какие прям вот красота брелочки. Прямо мне нравятся. Они еще именные, так и тянется. Рука мне вот Елену схватить себе. Ну, если бы даже лет 10 назад, может быть, я и не удержалась бы. Но сегодня удержалась. Девочки, ну, вот прям вообще. Они так сияют, так привлекательно выглядят. Просто красота. Я уже сделала практически полный круг. Дошла до выхода и до кассы. Смотрите, какая сумка творю, что хочу для покупок. Ну, все. И на этом я заканчиваю. Сейчас покажу, что я купила все-таки в результате. Я доехала до дома уже. Ну, вот смотрите. Вот такие пяльцы у меня не обошлись. 97 рублей. 25 сантиметров в диаметре я купила. Вот эту стропу бежевого цвета. Я решила, что цвет такой достаточно универсальный. В любом случае пригодится. Не удержалась я и купила вот эту вот ложку чайную и чашку. Чашка, кстати, даже без коробки. Я, конечно, потом подумала уже головой. Это была эмоциональная покупка. В принципе, это очень дорого, мне кажется, для чашки. Практически 499 рублей. А уж для ложки, мне кажется, еще дороже. 446 рублей. Но уже купила. У меня муж Олег. Я вот схватила мое. Но купила, значит, купила. И девочке еще хотела сказать. Я вот ту лампочку, которую хотела на клипсе, не стала покупать. Оказалось, что она работает только от батареек. Поэтому я зашла в соседний Леруа Мерлен и купила такую практически, но только от розетки. И та стоила 900 с чем-то рублей, а эта от 448. Ну, осталось только лампочку маленькую вкрутить. Я забыла купить пайетки себе, синенькие цветочки, которые собиралась. Ну, и там еще серенькие, может быть, я бы присмотрела. Но я в любом случае буду возвращаться туда. Мне надо мат. И я думаю, что я там его куплю. Мне показался ценник там на мат и нормальный. А, да, кстати, у меня получилась покупка на 1103 рубля сумма. И мне в Леонардо подарили там карандаш. Тем, кто покупает на сумму свыше 1000 рублей, полагается вот такой карандаш. Ну, что сказать, мелочь, но приятно. Девочки, это мой первый опыт похода по магазинам с камерой. Если вам понравилось, вы мне напишите в комментариях. Может быть, мы такую практику еще продлим. Может быть, мне сходить еще в какой-то магазин. Может быть, через дорогу у меня неплохой магазин для рукоделья. Так что пишите. Я буду благодарна вам за комментарии, за лайки. И, конечно же, большое спасибо всем, кто досмотрел до конца.